Так, ну что, давайте продолжать потихоньку. Значит, мы будем сейчас обсуждать... Продолжать обсуждать линейные системы. Продолжать обсуждать конкретно линейные системы на плоскости. И, значит, в прошлый раз мы рассмотрели случай вещественных собственных значений. Значит, у нас такая система есть. Допустим, x с точкой, y с точкой равняется a на xy. А какая-то вещественная матрица. В прошлый раз разобрали случай. Когда λ1, λ2, собственные значения матрицы А, являются вещественными. Значит, на лекциях разбирались случаи, когда матрица А не вырождена. И на семинаре была задача разобрать случаи, когда матрица А вырождена. Там появляются дополнительные, значит, некоторые частные случаи. Но в целом все примерно должно быть тут понятно, если собственные значения вещественные. Ну-ка, давайте проверим, помнит ли кто-нибудь что-нибудь из прошлой лекции. Значит, какие бывают системы, как они классифицируются для вещественных собственных значений. Ну, когда они различны, когда они одинаковые, например. Когда различны, когда одинаковые. Это скорее уже такая более... Это, значит, различные или одинаковые. Я бы сказал, что самое главное для вещественного случая – это какой у них знак, различный или одинаковый. Значит, если знаки различные, то у нас особая точка... Как называется? Кто помнит? И седло, то есть седло. Седло, да. Значит, если у нас по одному направлению идет убегание от начала координата, по другому, наоборот, приближение, то это вот такая картинка, как я сейчас нарисовал. Значит, было седло. А если собственные значения имеют одинаковый знак, то были всякие узлы, какие-нибудь вот такие вот картинки. Значит, они могут быть немножко разными, но по сути они всякие вот такие. Либо так, либо стрелочки наоборот. Значит, они называются узлами. Ну, там была некоторая классификация этих узлов, они бывают немножко разными. Но в целом, в целом картинка выглядит вот таким образом. Цель сегодняшней лекции – это разобрать случай. Сегодня разбираем случай комплексных собственных значений. Значит, как мы знаем, в принципе, видно из явной формулы, что если у вас матрица, исходная матрица вещественная, у нее есть комплексные собственные значения. Там для матрицы 2 на 2 это просто следует из школьной формулы, что эти комплексные собственные значения обязаны быть комплексно сопряженными. То есть это означает, что у вас будет два собственных значения, λ1 и λ2, и при этом λ1 равняется α плюс и ω, а λ2 ей комплексно сопряжено, то есть равняется α минус и ω, где α и ω – это какие-то вещественные числа. Значит, вот наша цель – это разобрать вот такой случай, как выглядят фазовые кривые и как решается система с комплексными собственными значениями. Значит, прежде чем мы перейдем, собственно, к таким системам, мне нужно будет, так сказать, мы сейчас к ним перейдем некоторым довольно-таки непрямым образом. Я бы сказал, начнем издалека. А именно, давайте… Давайте поговорим про дифференциальные уравнения, у которых функция, неизвестная функция, является не вещественно значенной функцией, а комплексно значенной функцией. Значит, дифференциальное уравнение с комплексно значенными функциями. Давайте рассмотрим такую штуку. Значит, пусть у меня z – это отображение из r в c, то есть функция вещественного аргумента, которая принимает комплексные значения. И тогда я на эту самую z могу написать какое-нибудь уравнение. Ну, например, давайте рассмотрим такое уравнение. z с точкой равняется, скажем, и z. Пример. Значит, чего здесь написано? Ну, во-первых, что такое z с точкой? В принципе, если мы умеем дифференцировать обычные функции, то дифференцировать комплексно значенной функции можно точно так же. Определение дословно такое. Значит, z с точкой – это есть предел в какой-то конкретной точке t, это есть предел при delta t, стремящемся к нулю, z от t плюс delta t минус z от t разделить на delta t. Значит, чтобы это определение использовать, нам нужно с значениями z от t уметь делать, ну, в общем, две операции. Их складывать, вычитать и делить на какое-то вещественное число. Значит, с комплексными числами мы и то, и другое умеем делать. Поэтому тут вообще нет никаких различий. Ну, хорошо. Может быть, вы можете привести сразу же, написать и решение о таком уравнении. Значит, как должно бы, по идее, решаться такое уравнение? Вот если бы i было бы не комплексным числом, не мнимой единицей, а каким-нибудь вещественным числом, то мы могли бы мгновенно написать решение. Ну, давайте, скажите кто-нибудь, какое было бы решение. c, e в степени и x. Да, только не x, а t. И t. Да, у нас зависимость от t. Поэтому решение уравнения 1 – это просто z от t равняется, ну, давайте я так напишу, e в степени и t умножить на z0. Значит, начальное условие у нас какое-то z от 0 равняется z0. Значит, это мы могли написать в случае, если коэффициент, вот этот коэффициент был вещественным, но на самом деле мы с тем же самым успехом можем написать ровно такое же решение, и если он комплексный. На самом деле не меняется ровным счетом ничего. Ну, почему ничего не меняется? Ну, потому что давайте посмотрим на функцию e в степени и t. Значит, кто такая функция e в степени и t? Ну, это ряд Тейлора, такой вот ряд суммы по k от 0 до бесконечности. Что там нужно сделать? И t в степени k разделить на k факториал. Значит, если я эту штуку продифференцирую, ну как, это некоторая сумма. Как продифференцировать сумму? Ну, нужно продифференцировать каждое слагаемое и сложить. Ну, дальше можно мгновенно проверить, что действительно для комплексной экспоненты выполняется то же самое соотношение касательно производной, что и для вещественной экспоненты. Ну, хорошо, давайте проверим для этого случая. Значит, e в степени и t с точкой. Ну, как бы, в общем, вычисления такие же, как всегда. Значит, это что такое? k от 0 до бесконечности. Здесь нужно продифференцировать одно слагаемое. У меня остается и в степени k, дальше на t в степени k-1. Значит, здесь нумерации теперь нужно брать не с k равного 0, а с k равного 1, потому что когда k равняется 0, производная соответствующая штука будет просто нулевой, будет константной. Поэтому, значит, нумерация теперь с k равна единице, и давайте поделим на k факториал. Получается, так, что-то я забыл. На k забыли умножить, то есть там k минус 1 факториал уже растет. Да, значит, это получается такая штука. Давайте я 1 и вынесу, останется такая вещь, k от единицы до бесконечности и в степени k минус 1 на t в степени k минус 1 разделить на k минус 1 факториал. Ну, а теперь видно, что это в точности та же самая сумма, которая была изначально, только... Ну, давайте я другой буквы буду обозначать здесь индекс. То есть это у меня будет теперь не k, m, и у меня будет i в степени m, t в степени m разделить на m факториал. Значит, m равняется k минус 1. Видно, что действительно как бы все работает точно так же. Ну, и я немножко замел под ковер тот факт, что операция дифференцирования вот здесь, значит, когда я считал производную вот этой штуки, написал, что она вот такая же. Значит, домножение на комплексную константу, как бы комплексную константу точно так же можно выносить за знак дифференцирования, как и вещественную константу. Это мгновенно следует, там, изопределение производной доказывается ровно точно так же, как это доказывается в вещественном случае. Как, согласны с тем, что решение действительно такое, как я написал? Ну, вроде никто не против. Окей, едем дальше. Давайте теперь сделаем такую штуку. Вот смотрите, у меня сейчас написано комплексное уравнение. Вот оно. Уравнение с комплексной, с комплексной, с комплексной функцией, комплексно-значной функцией. Давайте я вместо этого уравнения запишу как бы соответствующее уравнение на вещественные мнимые части. Что мне для этого нужно сделать? Давайте я скажу, что... Давайте мы теперь запишем уравнение z с точкой равняется и z как бы в координатах через вещественные мнимые части. Ну, что это означает? Вот у меня есть функция z от t. Я считаю, что это функция x от t плюс и y от t. Значит, где x от t и y от t это вещественные числа. Значит, любое комплексное число можно записать в таком виде. Если z зависит от времени, значит, и вещественная мнимая часть как-то зависит от времени. Ну, вот так как они зависят, так у меня тут и написано. Давайте теперь запишем, что такое z. Значит, я зависимость от t буду, как обычно, опускать для краткости. Значит, z это есть и на x плюс и y. Или что то же самое, это есть и x минус y. Давайте минус y плюс и x. Значит, теперь, да, значит, еще один момент состоит в том, что для того, чтобы посчитать z с точкой, это все равно, что x с точкой плюс и y с точкой. Опять же, мгновенная проверка, поскольку арифметические операции сложения и умножения на вещественное число делаются в комплектных числах по компонентам, компоненты ведутся просто независимо друг от друга. То продифференцировать комплексно-значенную функцию это все равно, что отдельно продифференцировать вещественные и мнимые части и собрать из них новое комплексное число. Это связано с тем фактом, что, в общем, дельта t вещественное. Когда мы делим на дельту t, просто вещественные и мнимые части делятся на одно и то же число. Поэтому у нас с одной стороны справедливо такое утверждение, а с другой стороны, в силу уравнения 1, x с точкой плюс y с точкой равняется и z, и z это и есть минус y плюс и x. Теперь у меня есть уравнение, в котором фигурирует равенство комплексных чисел. Два комплексных числа равны тогда и только тогда, когда равны их вещественные и мнимые части. Значит, можно записать это в таком виде. x с точкой равняется минус y, y с точкой равняется x. Сейчас, секунду. Как мы сделали переход 1? Значит, я просто написал мое уравнение. Мое уравнение, вот оно. Значит, оно говорит, что z с точкой равняется и z. z с точкой вот оно, и z вот оно. Вот. Хорошо. Давайте. Значит, получилась вот такая система. То есть, смотрите, что получается? Получается, что найти решение вот такого уравнения, уравнение 1, это все равно, что найти решение вот такой системы. Давайте я скажу, что это система 2. Это, в общем, эквивалентная задача. Ну, давайте запишем систему 2 в матричной форме. Значит, ее можно записать так. x с точкой, y с точкой равняется матрица на x, y, а матрица такая. Значит, если у меня x с точкой равняется минус y, то это значит, что я хочу? 0 минус 1, 1, 0. Правильно? Да, похоже на правду. Давайте теперь ради интереса найдем собственные значения этой матрицы. Значит, у этой матрицы такие собственные значения. Давайте считаем определитель. Это получается лямбда квадрат плюс 1. Собственные значения у нее плюс-минус и. Вот. Теперь вопрос. Что может сказать про решение системы 2? Как найти зависимость x от t, y от t? То, что я сейчас только что нашел собственное значение, это оно пока что не помогает нам ответить на этот вопрос, а помогает ответить тот факт, что мы знаем, как решается соответствующее комплексное уравнение. Значит, у нас как бы уравнение 2 и уравнение 1 в некотором смысле эквивалентное и, зная, как решается уравнение 1, мы знаем, как решается система 2. А именно, давайте запишем, если у нас z от t равняется e в степени и t на z ноликовой, давайте скажем, что z ноликовый это есть x ноликовый плюс и y ноликовый. Кто такой e в степени и t, кто знает? Мы можем по формуле Мовра разложить. Да, e в степени и t это есть, ну, давайте, напоминаете, это я никогда не помню, что там нужно сначала писать, то ли синус, то ли косинус. Косинус косинус t плюс и синус t. Плюс и синус t, да, похоже на правду. Значит, если вдруг вы не верите в формулу Мовру или забыли ее, то можете подставить и t в соответствующий ряд и увидеть, как там этот ряд распадается на ряд для синуса и ряд для косинуса. Вещественная мнимая часть будет в точности рядами для синуса и косинуса. Спасибо. Вот. Так что давайте теперь запишем, что такое z от t в вещественной мнимой части. z от t это есть косинус t плюс и синус t умножить на x0 плюс и y0. Так, значит, я раскрою скобки. Что у меня получается? Косинус t. Я хочу сгруппировать отдельно вещественную мнимую часть. Значит, у меня вещественная часть будет косинус t x0 минус синус t y0. И мнимая часть будет i на синус t x0 плюс косинус t y0. Так, правильно я написал? Ничего не перепутал? Ну, вроде правильно. с другой стороны, мы знаем, что вещественная часть, то есть вот эта штука, это есть x от t, а мнимая часть, то есть вот эта штука, это есть y от t. значит, получается такая вещь, x от t y от t равняется, ну, я не буду переписывать еще раз эти две компоненты, а я сразу хочу их написать в виде умножения некоторой матрицы на вектор x0 y0. Как выглядит матрица? Ну, собственно говоря, ее компоненты вот здесь как раз записаны. Косинус t минус синус t синус t косинус t правильно? Что за матрица такая? Повороты. Да, это матрица, которая поворачивает плоскость на угол t. Ну, действительно, давайте, если вы вдруг не верите, давайте посмотрим, что это за матрица такая. Она первый базисный вектор, переводит в вектор с координатами косинус t синус t. Значит, это в точности вектор, который получается, если повернуть этот самый первый базисный вектор на угол в t радиан. Значит, у нас по горизонтали будет косинус t, по вертикали будет синус t. Ну, и второй базисный вектор перпендикулярен, поэтому действительно вот так. Вот. То есть, смотрите, что мы получили. Мы получили, во-первых, мы получили решение нашего уравнения. Уравнение, какого уравнения? Ну, вот этого уравнения. Значит, вот этого уравнения. С этой системы. Во-вторых, мы выяснили, как геометрически эта штука устроена. Значит, фазовыми кривыми, ну, в общем, не то, чтобы это было для нас новость, мы про это говорим примерно с третьего занятия, вот, но все равно приятно еще раз убедиться в том, что мы всю дорогу были правы. Значит, фазовыми кривыми являются окружности. И, причем, из вот этой записи прямо сразу видно, что движение по этим окружностям происходит с равномерной угловой скоростью. То есть, вот мы взяли какую-то точку, какое-то начальное условие, ну, а дальше за время t сдвинули ее на t радиан по окружности. Значит, сдвиг, угловой сдвиг во всех точках происходит одинаково. Вот, фазовые кривые, соответственно, вот такие. Вот, еще может быть такой вопрос, а как мы определяем угловую скорость? Что это вообще? Ну, угловая скорость это следующая штука. Значит, если у вас точка крутится вокруг чего-нибудь, то вы можете перейти в систему, в полярную систему координат, относительно, значит, переместить центр в ту точку, вокруг которой она крутится. Ну, в данном случае она уже крутится вокруг начала координат. И угловая скорость это просто скорость изменения полярного угла. Значит, скорость изменения φ. То есть, если бы у нас был поворот на 2t, то у нас скорость была бы 2t. То у нас скорость была бы 2 просто. Просто 2. Спасибо. Ну, как бы, то есть, если угол меняется, как φ от t равняется 2t, то, значит, скорость, угловая скорость равняется, φ с точкой равняется 2. Вот. Значит, мы, собственно говоря, такое уже делали, там переходили в полярные координаты, и вот в точности с этим уравнением, насколько я помню, там на семинарах была похожая задачка. В точности с этим уравнением ровно такого типа задачку решали. Вот. Но, что я сейчас хочу подчеркнуть, это подчеркнуть связь такого уравнения с комплексными числами, с умножением на комплексные числа. Значит, это был простой пример. Давайте еще раз подчеркну весь пафос ситуации. Я решил вот это уравнение, вот эту систему следующим образом. Я заметил, что эта система на самом деле эквивалентна вот такому гораздо более простому уравнению, но с комплексно значенной неизвестной функцией. Я решил это уравнение с помощью очень простого факта про то, что решением уравнения такого вида является экспонентным. После этого я сказал, что решение вот такой штуки, когда мы его запишем в виде вещественной мнимой части, будет решением вот такой штуки. И дальше просто записал это некоторые упражнения на комплексные числа, которые мы сделали. Таким образом, я научился решать вот такое уравнение, как бы не решая ее, сведя к гораздо более простому. Заметим, что вот эта система это как раз система такого типа, которую мы сейчас хотим изучать, в частности. Это система, у которой собственные значения соответствующей матрицы комплексные, комплексно сопряженные. Идея состоит в том, что мы все задачки будем решать именно таким способом. хорошо. Значит, если вопросов нет, тогда давайте пойдем дальше. И дальше рассмотрим чуть-чуть более общий случай. значит, пусть у меня теперь есть такое уравнение. z с точкой равняется альфа плюс и омега z. альфа и омега вещественные числа. План с этой в том, что я повторяю примерно то же самое рассуждение. Значит, давайте, во-первых, решим эту систему, решим это уравнение. Решается оно так. z от t равняется ну, чего? e в степени альфа плюс и омега t z0. Давайте на всякий случай я распишу, что такое e в степени альфа плюс и омега t. Это все равно, что e в степени альфа t на e в степени и омега t на z0. Вот такая штука. Значит, то, что это действительно решение, проверяется точно так же прямой выкладкой, экспоненты ведутся точно так же с комплектными числами, как с существенными, вообще никаких изменений. Теперь запишем систему соответствующую вот этому уравнению. То есть это будет уравнение 3. Значит, опять же, у меня z от t равняется x от t плюс и y от t. z с точкой равняется с одной стороны x с точкой плюс и y с точкой. А с другой стороны в силу уравнения 3 это есть альфа плюс и омега на x плюс и y. давайте я сделаю небольшую паузу и предложу вам самостоятельно найти, значит, раскрыть скобки, привести подобное слагаемое, выделить вещественную именемую часть и самостоятельно написать матрицу, для которой данная система эквиваляна на таком уравнение. Что здесь должна быть какая-то матрица, а здесь будет x и y. Вопрос, как выглядит эта матрица? альфа минус v, v альфа. альфа, только нужно сейчас, только нужно сообразить, где нужно минус омега написать. Значит, минус омега нужно написать по строчке или по столбцу? По строчке, по строчке. Альфа минус омега, альфа. Давайте проверим, что это правда. Значит, я раскрываю скобки альфа, значит, у меня будет альфа x минус омега y, это вещественная часть, и омега x плюс альфа y, это будет комплексная часть. Да, вроде похожа на правду. Окей, понятно, откуда матрица взялась такая? Да. Хорошо. Смотрите, идея такая, что давайте еще считаем собственные векторы, не собственные векторы, а собственные значения этой матрицы, которая у нас в результате получилась. Значит, получается такая штука альфа минус лямбда минус омега, омега, альфа минус лямбда. Все это нужно взять определитель. Значит, что получается? Альфа минус лямбда в квадрате плюс омега. Все это равняется нулю. Ну, то есть альфа... Там квадрат омега. Квадрат омега, правда, квадрат омега. Значит, альфа минус лямбда равняется плюс-минус и омега. Значит, лямбда равняется альфа плюс-минус и омега. Смотрите, мы уже второй раз натыкаемся на такое соответствие. Значит, мы стартовали с комплексного уравнения, вот с этого. После этого записали для него матрицу системы. Как говорят, овеществили это уравнение, записали отдельную вещественную систему, которая эквивалентна этому комплексному уравнению, и записали матрицу этой вещественной системы. Оказывается, что у этой матрицы собственное значение — это в точности вот то число, с которого мы стартовали, и ему сопряженное. Таким образом, получается, что мы теперь умеем решать всевозможные системы с вот такой матрицей. Значит, мы просто берем, если у нас одна система с такой матрицей, мы записываем уравнение, которое этой системе соответствует, и для этого уравнения у нас решение уже есть. Идея состоит в том, что на самом деле любое уравнение на плоскости, у которого собственные значения комплектно сопряженные, можно превратить заменой базиса в уравнение вот такого вида. Уравнение такого вида мы решать уже умеем. Вот, это план. Но давайте, прежде чем мы этот план будем реализовывать, давайте еще поизучаем, как устроено решение вот этой самой системы 4 или что то же самое уравнение 3. Значит, в комплексной форме я уже написал. Вот она в комплексной форме. Давайте я сейчас хочу ее переписать в вещественной форме. Значит, z0 равняется x0 плюс и y0. e в степени и омега t равняется cos t плюс e sin. А, омегу забыл. А, омегу забыл. e в степени альфа t так и остается e в степени альфа t. Значит, нужно сделать такое же упражнение, как мы сейчас только что делали. e в степени альфа t. И здесь нужно умножить cos омега t плюс e sin омега t на x0 плюс y0. Значит, ну, на самом деле, это в точности то же самое, что мы уже делали. Разница состоит только в том, что у нас теперь появилось, ну, вот здесь при букве t в синусах и косинусах появилась вот эта омега, а еще появилась вот эта сомножитель e в степени альфа t. Ну, давайте посмотрим. Я даже сейчас не очень хочу раскрывать здесь скобки, хотя это можно сделать, это простое упражнение. Давайте просто посмотрим на вот эту формулу. Значит, что происходит с точкой z0, когда мы на эту точку z0 действуем вот таким комплексным числом, умножаем ее на такое комплексное число. Значит, ну, можно думать так. Мы взяли точку z0, подействовали на нее сначала вот этой штукой. Что произошло с точкой z0? Значит, вот у нас есть где-то z0. А я хочу нарисовать вот такую штуку. Вот эту вещь. Как получить эту штуку из точки z0? Ну, повернуть на t. Да, нужно взять вот этот вектор и повернуть на угол омега t. Ой, да. Значит, поскольку у нас там омега появилась, здесь у нас появился угол омега t. Давайте я его напишу вот здесь. Омега t. Значит, и эта точка называется e в степени i омега t z0. А теперь мы эту точку должны умножить на e в степени альфа t. Ну, альфа может быть положительной, может быть отрицательной. Ну, или может быть нулевой. Значит, если альфа равняется нулю, тогда e в степени 0 – это просто единица, и делать ничего не нужно. Если, например, альфа, скажем, отрицательная, то e в степени альфа t… Давай считать, что у нас время положительное, а альфа отрицательное. Тогда e в степени альфа t будет меньше единицы. Это означает, что я должен просто эту мою точечку сдвинуть вот сюда, вот куда-то ближе к нулю. Значит, это… Вот эта вот точечка, это есть e в степени альфа t, e в степени и омега t z0. То есть, смотрите, что происходит. Значит, вот у меня есть точка z0. Как она дальше будет двигаться? Ну, с одной стороны, у нее, как бы, у нее будет… Значит, у нее будет меняться угловая координата просто с постоянной скоростью. Это будет вот такое вот вращение. Но дополнительно к этому у нее еще будет радиус уменьшаться. И радиус уменьшаться будет как-то вот так. Ну, как он будет домножаться на все более и более маленькую экспонентку. Соответственно, как выглядит фазовая кривая? Ну, вот такая спиралька. Значит, называется логарифмическая спираль. Открываем. Хотя бывает она не по логарифму, а наоборот по экспоненте. Но вчера где-то читал, что кто-то из американских то ли политиков, то ли чиновников сказал, что мы должны победить эту логарифмическую зависимость, имея в виду рост количества заболевших от COVID-19. Но, видимо, тоже перепутали экспоненты с логарифмом. Вот. В общем, короче говоря, получаются вот такие вот кривые лины. Давайте я их несколько нарисую, чтобы у нас получился фазовый портрет. Как-то вот так он будет выглядеть. Значит, если альфа меньше нуля, то это означает, что при Т, стремящемся к бесконечности, плюс бесконечности, а Z от Т стремится к нулю. Фазовые кривые, спирали, наматывающиеся на ноль. Можно вопрос? Вот мы это рассмотрели для случая Т больше ноль, альфа меньше ноль. А если мы стартуем с Т меньше ноль, то она расхватывается будет? Ну, нет, нет, сейчас. Стартуем мы в точке Т равняется нулю. А дальше можно рассматривать кусок траектории, кусок траектории положительной и кусок траектории отрицательной. Значит, отрицательная траектория, конечно, будет раскручиваться. То есть это будет та же самая спираль просто. Ну, вот ее можно рисовать в обратную сторону. Там, наоборот, будет экспоненциальный рост. То есть в установленных равнениях мы обычно с нуля стартуем? Ну, да. Не важно, откуда стартовать. Просто если мы будем стартовать не с нуля, а просто это приведет к сдвигу, по времени ничего не изменяется. Вот. А как, верите ли вы в такой график? Убедил ли я вас в том, что действительно фазовый портрет будет выглядеть примерно так, как я нарисовал, исходящий со спирали? Всех убедил? Ну, хорошо. Если кого-то не убедил, те тщательно это скрывают. Так. Значит, при альфе меньше нуля картинка такая, при альфе больше нуля какая будет картинка? Наоборот, расходящаяся спираль. А крутиться они будут по часовой стрелке или против часовой стрелке? По часовой, почему? Ну, наоборот, против часовой. Нет, против часовой. Ну, как было, только раскручиваться. Как было, только раскручиваться. Совершенно верно. Потому что у нас от альфы зависит только вот это вот слагаемое. И оно определяет только стремление либо к нулю, либо от нуля. А за направление закручивания-раскручивания отвечает другое слагаемое. Точнее, другое сомножитель. Значит, соответственно, будет вот так. У нас омега больше нуля, да? Да. Да, значит, если я рисую картинку в эту сторону, то это означает, что омега больше нуля, совершенно не так. Как раз знак омега отвечает за то, в какую сторону будет крутиться картинка. Извините, я не совсем понимаю, откуда радиус в спирали. То есть, как мы это понимаем? Что такое радиус в спирали? Я поделюсь. Ну вот она же раскручивается и становится все дальше, 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 дальше. Да. Можете еще раз объяснить, за счет чего? Значит, за счет чего она раскручивается или скручивается? За счет умножения на вот эту вот штуку, на вот эту экспоненту. Значит, ну вот давайте еще раз посмотрим на вот эту картинку. Значит, допустим, что у меня перемены устроены так. Альфа меньше нуля, омега больше нуля. Значит, я взял точку Z0. Сначала я посчитал значение вот этой величины. Это я просто взял, повернул вот этот вектор, повернул на угол омега-Т. Значит, если омега положительное, то я его повернул. Допустим, омега положительное не очень большое. Я его повернул, значит, вот сюда. Вот против часовой стрелки попал куда-то сюда. Вот попал ровно вот в эту точку. Значит, здесь радиус сейчас не изменился. Расстояние до нуля не изменилось. После этого я взял вот эту точку и ее умножил на E в степени альфа-Т. Если альфа отрицательная, ну, как комплексное число умножить геометрически на вещественное число? Ну, нужно просто, значит, направление сохранить. Это как вектор умножать. Просто обычный вектор умножать на вещественное число. Направление сохраняется, а длина, которая в данном случае расстояние до нуля, уменьшается или увеличивается. В данном случае альфа меньше нуля, значит, E в степени альфа-Т меньше единицы. Значит, точка приблизится к началу координат. Если у нас Т было маленьким, то E в степени альфа-Т было близко к единице. То есть, если бы мы повернулись бы здесь на маленький угол, на такой угол, например, то мы бы сдвинулись бы в сторону начала координат, но чуть-чуть. Если мы поворачиваемся на угол побольше, то сдвигаемся посильнее. Если мы поворачиваемся еще на больший угол, сдвигаемся еще сильнее. И вот возникает такая вот спираль. Спасибо большое. Ответил, да? Да-да. Отлично. Так, давайте еще вопросы. То есть, омега здесь — это просто угловая скорость? Омега — это угловая скорость, да, совершенно верно. Опять же, в принципе, можно было бы эту точку решать без высокой науки про комплексные числа. Можно было бы просто взять эту систему, в этой системе перейти в полярные координаты, в полярных координатах найти соответствующее уравнение. То же самое получилось бы, такой же ответ и примерно так же сложно с точки зрения вычислений. Но мне сейчас хочется подчеркнуть связь с комплексными числами, поэтому я делаю такой немножко финт ушами. Вот, значит, давайте я дам название. Вот эта штука называется особая точка типа фокус. Ну, соответственно, это неустойчивый фокус, а это устойчивый фокус. Случай альфа равняется нулю, чему соответствует? Ну, окружность. Мы тогда, да. Да, значит, у нас, если альфа равняется нулю, то тогда е в степени альфа-т просто всегда равняется, значит, вот эта е в степени альфа-т просто равняется единице, и это просто движение по окружности точно такое же, как было, когда мы просто домножали на и, но только скорости теперь могут быть произвольными, и направление, может быть, либо в ту сторону. Чем фокус отличается от вырожденного узла? Значит, с точки зрения картинки фокус отличается от вырожденного узла тем, что в вырожденном узле не происходит закручивание. То есть, вот смотрите, сейчас я нарисую картинку. Значит, давайте я сейчас дорисую картинку для центра. Значит, вот это называется центр. Тоже тип особой точки. Значит, фокус и вырожденный узел. Смотрите, давайте я сделаю такую штуку. Я возьму из начала координат, выпущу какой-нибудь отрезочек. В случае с особой точкой типа фокус у нас фазовая кривая будет пересекать этот отрезок бесконечно много раз. Поскольку у вас происходит вращение, это вращение никогда не заканчивается, вы будете вращаться все ближе и ближе к центру, к началу координат. Но при этом все равно за каждый оборот вы будете пересекать вот эту самую зелененькую прямую, которую я сейчас нарисовал. В случае с вырожденным узлом такого не происходит. Вырожденный узел, вот такую вертикальную штуку, или не вертикальную, а какую-нибудь другую штуку, вот какой-то отрезочек, начинающийся в начале координат, может пересечь, но я бы сказал бы, один раз. Сейчас человек не собрался, может ли он пересечь два раза. Но, в общем, не больше двух, это точно. Он не наматывается. Хорошо, ответил? А, да, все понятно, спасибо большое. Отлично. Так, давайте. Короче говоря, идея такая. Вот мы разобрали сейчас такие системы, которые возникают из комплексных уравнений, или что то же самое, мы разобрали фазовые портреты любых линейных систем вот такого вида, с вот такой матрицей. Оказывается, что можно любое уравнение, в котором, там, любое вещественное уравнение, любую вещественную матрицу с вот таким собственным значением привести к вот такому виду, просто заменой базисы. Причем вещественной заменой базисы. Давайте я это сформулирую. Утверждение. Пусть А, вещественная матрица, 2 на 2, лямбда первая вторая равняется альфа плюс-минус и омега, ее собственные значения. Тогда существует существует матрица перехода C, невырожденная, что C минус 1 АС равняется вот ровно той матрице, которую мы записывали. Как она тут выглядела-то? альфа минус омега и омега альфа. Иными словами, существует базис, матрица здесь тоже вещественная, вещественная матрица перехода. Существует вещественный базис, в котором оператор изначально заданной матрицы А имеет матрицу вот такую. в некотором смысле это такая вариация на тему диагонализации. В принципе, у нас есть матрица, у нее есть два собственных значения. Если они комплексно сопряженные, значит, они заведомо разные. И теоретически можно было бы заменой базиса просто диагонализировать эту матрицу. Единственная проблема, что тогда замена базиса была бы комплексной, на диагонали были бы комплексные собственные значения. Поскольку мы живем в вещественном мире, мы бы хотели бы не пользоваться комплексными числами тогда, когда они нам не нужны. Ответ получать в виде вещественных каких-то выражений, а не каких-то комплексных выражений. Поэтому вместо того, чтобы диагонализировать мою матрицу А, я привожу ее вот к такой стандартной форме. доказательства. Давайте возьмем собственное значение лямбда равняется альфа плюс и омега и возьмем соответствующий ему собственный вектор. В. Значит, у этого собственного вектора В это, вообще говоря, комплексный собственный вектор. У него есть вещественная мнимая часть. Давайте скажем, что вектор В это О плюс и W. Значит, О и W это вещественные векторы. А В... Это как-то связано с W, которое раньше или нет? Нет, 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 нет. Хорошо, если вам не нравится W, давайте я какую-нибудь другую букву напишу. На букву закончу. Ладно, можно я буду писать вот такой вот W? Нет, мне нравится мне это W. Давайте я скажу, что это плюс и... Ладно. Буду использовать греческий тогда букву, уж простите. Можем русскую. русскую. Y? Можно небольшое вещественное? Да. Когда у нас были собственные значения вещественные, мы знаем то, что у них есть собственный вектор. Да. Если есть комплексное собственное значение, то есть такой же комплексный собственный вектор. Просто у нас... Я не помню, может, я с вами был. А можно краткое объяснение, почему это так? Сейчас. Что значит такой же собственный вектор? У нас есть какой-то собственный вектор. Значит, у нас есть собственное значение. Что такое собственное значение? По определению, это как бы собственное значение одно не ходит, оно ходит обязательно с собственным вектором. По определению, собственный вектор это такой вектор, что когда вы умножите на этот самый вектор, то получите лямбда на этот вектор. Просто вектор у нас обычно из поля, ну, из R2. Да, но проблема в том, что если у вас... Ну, вот смотрите, давайте я пример приведу. Допустим, у нас есть матрица, наша любимая матрица, 0,1 минус 1,0. Значит, какие у нее собственные значения? Ну, мы сегодня уже выяснили, какие. i и минус i. Какие у нее собственные векторы? Давайте найдем собственный вектор, который соответствует собственному значению i. Значит, чтобы найти собственный вектор, соответствующий собственному значению i, мне нужно написать такую матрицу. Минус i, минус 1, 1, минус i. И найти такой вектор, ну, давайте v1, v2, такой, что это будет 0,0. Ну, какой это, собственно, ну, какой это вектор. Значит, например, в качестве вектора v1, v2 можно взять вектор i и минус 1. Правильно? Или я знаком ошибся? Или я знаком ошибся? Правильно проверить? Это вектор собственный или нет? А не i1. Да, вроде i1. i1. Значит, ошибся знаком. Давайте на всякий случай проверим. Значит, у меня здесь получается минус i умножить на i плюс минус 1 умножить на 1. Значит, это получается... И на i это минус 1 остается 1 и вычти 1. Да, совершенно верно. i1. Вот. Значит, вот вам пример комплексного. Ну, он вынужденно получился комплексным. Я бы, может быть, и рад был бы, если бы он был бы... Спонб оказался вещественным. Но поскольку мы разрешили использовать комплексные собственные значения, это означает, что мы разрешили элементам матрицы быть комплексными числами, значит, автоматически, что мы нашу систему, как говорят, комплексифицировали. То есть мы сказали, что теперь, если элементам матрицы разрешено быть комплексными числами, то никак по-другому эту матрицу нельзя интерпретировать, кроме как матрицу некоторого оператора, определенного на линейном пространстве над c. Никуда не денемся. Поэтому, вообще говоря, если собственные значения комплексные, то собственные векторы могут быть тоже комплексными. Теоретически нам могло бы так повезти, на самом деле не могло, но теоретически мы это не доказали, что не могло. Что этот самый вектор мог бы оказаться мог бы оказаться вещественным целиком. Ну, ничего не запрещает. Ну, то есть запрещает, но мы это не обсуждали. Ну, повезло. Если вдруг нам так странным образом повезло, ну и ладно. Но вообще говоря, он комплексный. Как, Семен, ответил на ваш вопрос? Да, спасибо. Хорошо. Итак, значит, мы теперь рассматриваем комплексный собственный вектор v и разложили его на вещественную мнимую часть, которая обозначает кси и это. Значит, кси и это — это два вещественных вектора. Они не являются собственными векторами нашего оператора. Это просто вещественная мнимая часть нашего вектора v. Ну, давайте теперь посмотрим, смотрим, как матрица А действует на вектор v. Значит, но вектор v является собственным вектором с собственным значением альфа плюс и омега. Значит, Av равняется альфа плюс и омега умножить на вектор v, т.е. на кси плюс и омега. Надо сделать такое упражнение теперь. Значит, альфа кси. Мы такое уже делали много раз сегодня. Минус омега — это и омега кси плюс альфа — это. Значит, с другой стороны, я могу сказать, что Av — это такая штука. Это есть А на кси плюс и омега. То есть, это есть А кси плюс и на А... Не омега, а это. Вот такая штука. Опять же, делаю тот трюк, который я сегодня делаю постоянно, приравниваю вещественную мнимую часть и получаю такое утверждение. А кси равняется альфа кси минус омега — это. А это равняется альфа кси. амега кси плюс альфа — это. Значит, получили вот такие соотношения. Как, понятно, откуда все это взялось? Значит, заметьте, что вот эти соотношения, которые я сейчас написал, в них фигурируют, в них все вещественное. Значит, все штуки, которые тут написаны, — это вещественные. Это вещественная матрица А, это вещественный вектор Кси, это вещественное число Альфа, это вещественное число Омега, это вещественный вектор Эта. Все вещественное. Теперь смотрите, такой вопрос. Запишем матрицу А в базисе Кси и минус Эта. Значит, на самом деле я должен был бы доказать, что Кси и Эта линейно-независимые векторы. Я этого сейчас не сделал. Может быть, сделаю попозже, если вспомню, как. Ну, а давайте пока поверим в то, что они линейно-независимые. Значит, вопрос. Как будет выглядеть матрица А в базисе, состоящем из векторов Кси и минус Эта? Ну, давайте посмотрим. Значит, что такое, как устроены координаты первого базисного вектора, то есть вектор Кси, как устроены координаты образа первого базисного вектора в этом самом базисе? Значит, А отправляет Кси в Альфа Кси плюс Омега на минус Эта. Вопрос. Каковы координаты этого вектора в базисе Кси минус Эта? Ну, Альфа-Омега, судя по всему. Альфа-Омега. Просто здесь написано разложение этого вектора по базису. Это означает, что первый столбец матрицы А – это как раз Альфа-Омега. Матрица оператора А в новом базисе. Но аналогично со вторым базисным вектором. Значит, второй базисный вектор превращается вот в такой. Значит, поскольку я в качестве второго базисного вектора взял минус Эта… А, сейчас. Значит, давайте я, может быть, поаккуратнее это напишу, чтобы не ошибиться со знаком. Значит, А от минус Эта равняется минус Омега Кси плюс Альфа на минус Эта. Правильно? Значит, опять же, разложение по базису Кси минус Эта будет таким. Это будет минус Омега Альфа. Так, это то, что мы хотели? Или ошибка в знаке? Нет, это ровно то, что мы хотели. Можно еще раз то место, когда мы нашли собственные вектора? Что мы потом делаем? Да, но, собственно говоря, мы пока нашли один… Значит, нам нужен только один собственный вектор комплексный – В. Это собственный вектор с собственным значением Альфа плюс и Омега. Теперь я говорю следующее, что я из одного этого комплексного собственного вектора В изготовлю два вещественных вектора, которые не будут собственными. Но это те самые векторы, которые нам нужны для того, чтобы нарисовать матрицу А в красивом базисе. А именно, это будет просто вещественно именимая часть вектора В. Доказательства. Давайте посмотрим. Мы просто записывая то, как матрица А действует на вектор В, получаем вот такие вот равенства. Ну, откуда они получаются? Потому что, с одной стороны, мы видим, что, значит, мы знаем по определению, что вектор В является собственным. С вот таким собственным значением, значит, АВ равняется вот это собственное значение умножить на вектор В. Значит, вот эта штука – это наш вектор В. А это – это нашу лямбда. Дальше мы просто раскрыли скобки и получили вот такое выражение. С другой стороны, значит, оператор А линейный. И можно сюда просто поставить В, расписать в таком виде. Получить АКСИ плюс ИА это. Вот такую запись. Теперь у нас есть выражение некоторого комплексного вектора слева и справа через вещественные мнимые части. Значит, вот это вещественный вектор. Вот это вещественный вектор. Мнимость тут появляется только от умножения на И. И здесь все векторы вещественные, комплексная штука появляется только из умножения на И. Значит, можно приравнять. Значит, вот эта штука равняется вот этой штуке. Вот эта штука равняется вот этой штуке. Что здесь и написано. А дальше я спрашиваю, как выглядит матрица оператора А в базисе КСИ минус это. Ответ. Методом присланного взгляда видим, что она выглядит ровно вот таким образом, как мы хотели. Потому что вот написаны образы базисных векторов, и они уже фактически разложены по новому базису. Ну, вот если точнее, то вот здесь они разложены по новому базису. Спасибо. Так, давайте еще вопросы. Мы в предыдущем примере рассматривали такие лямбды, что они комплексно сопряженные, а тут они у нас одинаковые. Нет, у нас не одинаковые, я просто взял одну из двух лямбд. У меня есть теоретически две лямбды, я взял из них одну. А, очень интересно. И с ней дальше работаю. Окей? Значит, давайте я скажу, собственно говоря, все. Это победа. Ну, почему это победа? Потому что мы таким образом научились любую матрицу с комплексно сопряженными собственными значениями приводить вот к такому виду. Матрица с таким видом мы умеем решать. Система с матрицами с таким видом мы умеем решать. Мы записываем в соответствующую этой матрице линейное уравнение. После этого решаем это линейное уравнение, а потом переписываем его решение обратно в терминах вещественной наменимой части. Получаем решение исходной системы. То есть это означает, что, в частности, мы автоматически выяснили, что если у нас любая матрица имеет, значит, вещественная матрица 2 на 2, имеет комплексно сопряженное собственное значение, то соответствующие фазовые портреты получаются из тех фазовых портретов, которые я нарисовал выше, из вот этих фазовых портретов, получаются просто каким-то линейным преобразованием. То есть они могут выглядеть как-нибудь вот так, например. Или наоборот. Вот так. Линейное преобразование не обязано сохранять ориентацию, поэтому оно может менять направление вращения по-часовой стрелке или против часовой стрелки. Это нужно отдельно выяснять. Куда там эта штука крутится. Но качественно фазовый портрет устроен для ПТАК или БЭК. Последний кусочек остался. Это доказать, что вещественная мнимая часть линейно-независимая. Давайте я попробую это сделать. Почему КСИ и ЭТО линейно-независимые? Давайте попробуем это сделать. Во-первых, заметим, что если у нас... Вот у нас есть лямбда, которая есть альфа плюс и омега. И ей соответствует собственный вектор КСИ плюс и ЭТО. А еще у нас есть второе собственное значение. Я обозначу через лямбда с чертой. Это альфа минус и омега. Значит, можно заметить, что ей будет соответствовать собственный вектор вот такой, сопряженный. Ну, почему это так? Потому что пусть у нас есть вектор А. Ну, давайте я скажу вот такую штуку. Значит, у меня есть вектор А. У меня есть оператор А, я умножаю его на вектор В. И получаю лямбда В. Давайте я применю операцию комплексного сопряжения к правой и левой части. По элементам. Получается такая штука. Значит, сопряжение здесь равняется сопряжению здесь. Значит, нетрудно заметить, что сопряжение, произведение двух комплексных чисел – это произведение сопряжений. Значит, получается на самом деле вот такая штука. Сопряжение А на сопряжение В равняется сопряжение лямбда на сопряжение В. Вопрос. Как связаны матрицы А и А-сопряжённые? Они равны. Они равны, потому что матрица вещественная. Значит, А равняется просто А-сопряжённая так, как А вещественной матрице. Таким образом, В с чертой — это собственный вектор А с собственным значением лямбда с чертой. Теперь, почему я утверждаю, что Кси и Эта линейно-независимы? Давайте рассмотрим такие два. Значит, можно рассмотреть вот такой вектор, V плюс V с чертой, и вот такой вектор, V минус V с чертой. Значит, вот эта штука — это есть две вещественные части V, то есть это есть просто два это. А вот эта штука есть два и на мнимую часть V, то есть это есть два и на кси. Значит, можно из этой системы назад выразить, V и V с чертой через эту икси. Если бы эти икси были линейно-независимыми, то V и V с чертой тоже были линейно-независимыми. Но V и V с чертой — это два разных собственных вектора, которые соответствуют двум разным собственным значениям. они не могут быть линейно-независимыми. Вот. Ну и все, это доказывает наше утверждение. Я не знаю, может быть, я последний факт доказал сложнее, чем надо было бы. Может быть, он проще доказывается, но сейчас что-то не соображу. Вот. Вот такая история. Значит, есть ли какие-нибудь вопросы? Да, а вы не могли бы повторить, почему матрица А равна матрице обратной, сопряженной А? Сопряженной. Потому что что такое сопряжение матрицы? Это мы каждый элемент сопрягаем. Но матрица А изначально состояла из вещественных чисел. Когда вы сопрягаете вещественное число, вы получаете его же. Понял. Спасибо. Ну да. Собственно говоря, v и v с чертой понятно, как выражается через xe. Это я что-то немножко замудрил. Значит, v – это просто же eta плюс xe, а v с чертой – eta минус xe. Понятно, что если бы вот эти вот товарищи были бы линейно зависимыми, то тогда вот этот вектор был бы просто линейно зависим с вот этим вектором. Они бы оба были бы пропорциональны, скажем, вот этому вектору. И это противоречит тому, что они два разных собственных вектора с разным собственным значением. Да, давайте, значит, в качестве summary урока я скажу следующее. Смотрите, значит, у нас есть… Изначально мы хотели научиться решать уравнение вот такого вида, где у а комплектное собственное значение. мы сказали, что мы в конечном итоге научились их решать. Каким образом? Следующим образом. Мы доказали, что если у матрицы А, вещественной матрицы А, комплектное собственное значение, комплектное сопряженное, то существует такой базис, в котором матрица А записывается вот в таком виде. Значит, вот в этом виде. Это первый шаг. Второй шаг. Если матрица А записана вот в таком виде, то мы умеем решать эту систему. Мы для нее выписали просто вот явное решение. Значит, ну, как мы его находим? Мы его находим так, что мы идем в комплексные числа. В комплектных числах решаем эквивалентную в этой системе эквивалентное уравнение вот такое. Его решение мы знаем. Вот оно. Все. Значит, мы научились решать все такие уравнения. И таким образом можно закончить классификацию линейных систем на плоскости, линейных особых точек на плоскости. Значит, классификация линейных систем на плоскости. Значит, у нас бывают вещественные собственные значения. Здесь у нас получается седло. Разный тип узлов. Значит, такие узлы, такие узлы. Значит, но так или иначе все это узлы или и с комплексными собственными значениями. Это фокусы или центры. Ничего другого в линейном мире не бывает. Ну, для невырожденной матрицы на плоскости. Так, ну что, еще какие-нибудь вопросы? Хорошо. Ну что, тогда на сегодня, наверное, все. Теперь вам можно и домашечку какую-нибудь дать про линейные системы. Все, до свидания. Спасибо. До свидания. До свидания. Молодцы. Продолжение следует... Продолжение следует...